Исследователи Национального парка Берингия изучают серых китов. Они заметили необычные особенности поведения и территориального распределения этих млекопитающих. Уже пять лет сотрудники Национального парка ведут наблюдения за китообразными в проливе Синявина. Они изучают их вокализацию, особенности питания, берут для анализа генетические пробы, создают фотокаталоги для идентификации животных. С прошлого года ученые также проводят работы по изучению шумового воздействия на поведение китообразных. Подобные исследования актуальны в связи с развитием Северного морского пути и активизацией судоходства в Арктике. Шумовое загрязнение океана провоцирует стресс, который снижает иммунитет морских животных, мешает воспринимать звуки сородичей и искать добычу. В рамках исследований ученые проигрывают под водой звуки, подобные шуму двигателя, и наблюдают за тем, как это влияет на поведение серых китов. Как отмечают исследователи Национального парка Беренгия, в прошлом году звуки проигрывали тихо, а в этом громкость подводного динамика была сопоставима с громкостью двигателей судов разного типа. Ученые пытались понять, какой порог восприятия у животных, как будет проявляться поведенческая реакция на эти суда. Оказалось, что восприятие звука зависит от индивидуальности. Некоторые животные пугались, а некоторые совершенно не реагировали. Кроме того, ученые отметили необычную тенденцию воспределения серых китов. Считается, что для китообразных не характерна привязанность к определенному месту, но некоторые серые киты пролива Синявина регулярно встречаются в одних и тех же местах. Так, из 13 животных, которых встретили в прошлом году, трое снова были в тех же местах, а одна из самок держится в одной и той же точке уже третий год. Ученые говорят, что это можно объяснить стабильностью донных экосистем пролива и их высокой пищевой емкостью. Если есть известная столовая, в которой вкусно и обильно кормят, то нет необходимости искать новую. Также в этом году ученые работали над загадкой так называемых вонючих серых китов. Морских охотников давно волнует проблемы животных, мясо которых обладает неприятным медицинским запахом и непригодно в пищу. В большинстве случаев специфический запах заметен во время выдоха кита. Чтобы попытаться установить причину появления запаха, ученые целенаправленно отбирали генетические пробы с таких китов при помощи специального арбалета.